всем привет на обзоре у нас сегодня викторинокс аллокс 93 миллиметровик и в принципе уникальность этого викса то что он с колечком потому что практически все виксы аллокс то есть в алюминии они без колечка это моделька пионер x каталожный номер 0 . 82 31 . 26 26 говорит о том что это алюминий это 93 миллиметровый как я уже сказал то есть он немножко длиннее чем обыкновенный стандартный которому и привыкли 90 на миллиметровый швейцарский нож даже клиночек у него получается немножко длиннее так вот в сравнении он чуть-чуть более массивный более длинный более мощный более толстый такой вот нож в принципе в нем девять функций в этом ноже и вес его составляет 95 грамм почти 100 грамм у него как у всех аллокс of отсутствует внутренние плашки то есть допустим возьмем вик здесь виде видите плашки стоит здесь уже боковины это плашки но у этих ножей отсутствуют инструменты на задней стороне то есть штопоры там всякие шило и так далее вот у него отсутствуют зубочистки пинцеты и в принципе как какой-то туристическая походный нож я считаю это не плюс многие говорят что на рука мерзнет на морозе ребята сейчас у нас морозы сейчас идет зима сейчас я пробовал даже вплоть до того что этот нож на ночь но эти ножи у меня их несколько штук на ночь оставлял на балконе подхожу беру начинаю резать рука теплая рука согревает его это металл у него хорошая теплопроводимость очень быстро он не прилипает к руке как у вас язык прилипнет качелям ребят не несите чушь вот какой-то я не знаю кто-то сказал эту ахинею и в интернете вот сейчас все кому не лень вторит этот бред вот то есть давайте все-таки рассмотрим этот нож большое лезвие крупная мощная мощнее мощнее чем у пластиковой версии 91 миллиметровый 2 лезвия здесь нету 2 клинка здесь нету но здесь есть вот такого вот рода шила развертка кажется что она хлипенькая нет она довольно таки мощная и очень легко что-то проколупать этот нож не имеет ступора но если вы панк посмотрите за ось унесено в сторону открывания инструмент снесен в сторону открывания за ось так что когда мы будем колупать им что-то он будет пытаться открыться они обороны наоборот закрыться нам на пальцах не очень удобно открывается то есть заткнут и вот сюда вот прямо прямо влезть надо в колупаться туда надо стандартные виксовские ножницы по размерам точь-в-точь такие же как и у пластиковой версии то есть не больше а вот именно точь-в-точь такие же совершенно одинаковые совершенно одинаковые ножницы как у пластиковой версии то есть как одну девяносто одна миллиметровых да в принципе на сто одиннадцатый точно такие же ножницы ставят отличный виксовские ножницы пружинки у них бывает до ломаются но они также покупаются и продаются открывается следующий инструмент как под 90 градусов так и под 180 довольно таки мощная хорошая отвертка которую можно использовать как микролом вот кстати вот я смотрю знаете по моему заклепки здесь уже стоят стальные вот скажите кто знает кто колупал их кто разбирал мне кажется остальные заклепки они белые как вы думаете вот то есть этот инструмент можно использовать как микролом также как естественно большую крупную плоскую отвертку естественно открывалка для бутылок инструмент для снятия изоляции если вы собираетесь снимать изоляцию этим инструментом то затащите его с одной стороны и вам будет это делать более удобно то есть он будет остренький подрезать проводок и стягивать его будет более легко вот и следующий инструмент это открывалка открывалка для консервных банок здесь же у нас была открывалка для бутылок это открывалка для консервных банок просто обожаю это вот это шикарный самый наверно лучше из всех ножевых каких-то мультитульных ключей для консервных банок плоская более маленькая отвертка и одновременно она подходит в шлицы philips 2 то есть крестовый винт там шуруп саморез вот ну и конечно опять же ее можно использовать как какую-то ковырялку на обратной стороне как мы посмотрим никаких других инструментов нету эта моделька пионер x 93 миллиметра вот и именно что я посмотрел каталог только пионер из алоксов идет с колечком все остальные алоксы идут без колечка очень хочу послушать ваше мнение что вы скажете о алюминиевых виксах я собственно говоря свое мнение высказал трехрядничек удобненький более крупный клинок все остальные инструменты в принципе ничего из такого выдающегося нету все мы это видели на девяносто первых модельках все это стандартная просто сюда ставится если здесь стальные заклепки это безусловно плюс вот если это обыкновенные заклепки из какой-то в латуни то конечно это то же самое хуже от этого не станет то есть в принципе ребят знаете я много раз сказал что отверткой можно что-то колупнуть ну то есть вот этим вот инструментом что-то можно всколупнуть я колупал этими инструментами но ни разу в жизни я его не разогнул не погнул не раскрыл вот я поняшусь можете взять безумные усилия как я там топор тестировал можно зажать в тиски давай пытаться ломать конечно я сломаю а если мы сюда еще оденем трубу с рычагом метр конечно мы сломаем даже не заметим этого но в принципе вот так вот что-то всколупнуть под здесь подковырнуть вполне этого хватит да у него такая вот шероховатая рукоятка она не скользкая на хорошо удобно лежит в руке вот это анодированный алюминий то есть он не будет чернеть он вот таким же вот останется через долгие годы его использования естественно алюминий это не какой-то сверхпрочный металл естественно нем будет какие-то мид микроцарапины естественно вот в этой клеточке будет немножко засоряться ну в принципе мы покупаем этот но чтобы им пользоваться они чтобы он лежал на полочке как в моем случае потому что в моем случае я его всего лишь взял себе в коллекцию чтобы он у меня был вот так как я уже некоторое время коллекционируем x на этом все всем спасибо за внимание подписываемся на канал ставим лайки делимся этим видео все всем пока и до встречи на канале и обязательно оставьте свое мнение о алоксах